Как у нас на Руси уж давно повелось, Чтобы весело всем и счастливо жилось, Чтоб никто не скучал и не плакал никто, Сам народ на себя песни сказки слагал. Ванечка проснулся, потянулся, улыбнулся, Кашку из печи поел, лопоточки надел И гулять захотел. Ванечка, куда ходил? В лесок. Что видел? Не знаю. Поперечка что? Глебок. Хватил он так кузовок. С русским народным творчеством Педагоги детского сада «Росинка», Расположенного в микрорайоне Щелково-7, Знакомят воспитанников учреждения С самого их юного возраста. Пальчики размяли, ложки в руки взяли, Ложки непростые, деревянные, резные. Ладушки, ладушки, не пекли, а ладушки, Получилось ровно пять, Один жучки надо дать. И теперь в «Росинке» появилась русская изба. В день открытия мини-музея мальчишек и девчонок ожидало путешествия в страну фольклора. Русские народные забавы, игры, частушки и танцы педагоги дошкольного учреждения рассказали ребятам про устройство русской избы, о тех предметах быта, которые были в каждом доме. Здесь и глиняная посуда, и различные ухваты, прялки, и, конечно, русская печь. Многие предметы экспозиции передали мини-музею сами сотрудники учреждения. Создание такого музея было для нас актуально. Мы собрали большую коллекцию, которую применяем на занятиях и во внеурочное время. Если мы научим детей знанию русской песни, русской музыки, знанию русского слова народного, потешки, пословицы, поговорки, и если мы будем проводить вот в такой уютной, старинной обстановке, то это детям надолго западет в душу, и они будут об этом помнить долгие-долгие годы. Педагоги знакомят ребят с народным промыслом и музыкальным творчеством. Например, самые юные воспитанники детского сада, ребята из ясельной группы, уже знают немало поговорок и песен. Колыбельная важная составляющая русского фольклора – особый лирический жанр. «Бой-бой, поскорее засыпай, котя-котенька-коток, котя-сенький хвосток». Русские обычаи и традиции уникальны и самобытны. В народном творчестве обобщены представления о прекрасном, эстетические идеалы, мудрость. Все то, что передается из поколения в поколение. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.